По данным статистики, бездымный закон поддерживают 75% украинцев, против него только 16%. Так ли это, узнаем мнение одесситов. Горожане по-разному относятся к запрету курить в общественных местах. Кого-то раздражает постоянная необходимость выходить на улицу, а кто-то предпочитает курить снаружи. Я курю, но мне несложно выйти и покурить так, чтобы не мешать остальным людям. Будет как-то некрасиво, когда выйдет и разбросает эти все бычки, это все возле красивого ресторана или кафе. Так что лучше делать это культурно, как-то в кафешке, отведенные места, есть зал для курящих, зал для не курящих. Есть люди, которые курят и, наверное, не имеют права на эту привычку, так же, как мы на эту привычку не дышать ими. И, наверное, должны быть специально оборудованные места в обязательном порядке даже в тех же барах и ресторанах. Мне нравится, что люди ходят на улицу курить, не в помещениях, там, где вечно накурено, много дыма и аж находиться невозможно. Далеко не все общественные заведения выполняют норму законом. В некоторых кафе и ресторанах на столах до сих пор стоят пепельницы или блются для окурков, или же разрешается курить кальян. Семь процентов закладов не дотримаются закону за нашим мониторингом. Штрафы 10 тысяч рублей максимально, это за повторные порушения, або за несколько порушений, або за игнорувание информации и так далее. В основном первый штраф складывает там тысячу-три тысячи. Штраф даже в 10 тысяч гривен не отпугивает владельцев некоторых ресторанов и клубов. Очевидно, антитабачный закон, как и многие другие законы Украины, срабатывает в индивидуальных случаях. Светлана Пензова, Дород Шендрович, Новая Одесса.